друзья отправляемся с города лос янус город портал портал спорт наус этот автобус у нас чуть-чуть такой постарее выглядит как пакистане такие сверху штучки висят хорошо что такие не висят и ты знаешь бывают как сказать такие эти косички такие заплетенные разные бахрома или четки до бахрома этого нету но и закидушки есть футбольные какие-то футболисты там у него видят 50 на ранее да и на его лево истама посмотрим разные автобусы некоторые новые некоторые старые виши это вообще старая касса смотри какая восьмидесятых и тот был скани автобус у него основа а этот мерседес уже тот уже современный не так нормально как некоторые эти старые автобусы не даже больше на это прикольные а а когда едешь тоже чувство своеобразно особенно старые автобусы были и болгария ну что там такие реально как советский союз как будто бы остановился вот и рекомендовать не очень-то спешить наш в эту сторону мы еще не ездили сейчас посмотрим как у нас тут все выглядит вообще сейчас направляемся на большие пляжи если верить конечно местными картами источником информации потому что не всегда бывает так как написано особенно меня удивляют российские сайты которые пишут про канарские острова я не знаю как насчет других мест но вот именно канарские острова очень часто написано много того чего нет и притом много написано вообще соединено то чего нет то есть видать те кто пишут эти сайты информацию какую-то берут с одного источника с другого источника с третьего источника потом это все как-то соединяет и соединяет абсолютно неверно путают места путают название путают где это все находится я уже не раз такое заметил хотя я не смотрю вообще источники сайтов не смотрю информационные почему потому что чтобы приехать в город и увидеть его само самим но когда начал вот сейчас изучать канарские острова чтобы посмотреть где что туда поехать я понял что какой-то полный вред они там пишут некоторые сайты то есть чисто текст огромное количество текста загоняет на сайт чтобы он в поисковиках пробивался но текст абсолютно неверно особенно место расположения и разные такие вещи нету скажем так такой конкретной ясной информации а человек который не бывал и не знает он же не понимает это все он думает что так оно есть а только уже здесь ты понимаешь что вот это неверно написано вот это неверно вот это неправильно это вообще не здесь находится вот такие интересные своеобразные вещи происходят больше всего мне нравится когда эти российские сайты берут информацию с иностранных источников и переводят его и переводят просто берут гугли гугль переводчик втыкает и из-за этого получается это был ужасно отвратительный перевод и вот они вот это да да каша такая слов да да антиграмматические вот они умудряются вот это вставлять на сайт и рассказывает таким образом типа про какую-то страну или про какое-то место это ужасно ну конечно и тем самым они по поисковикам пробиваются поэтому хотят привлечь больше посетителей на сайт но если брать ценность этой информации она абсолютно без ничего не стоит на цена и 0 полный бред сейчас посмотрим как у нас дорога выглядит 2 евро стоит города лос-лянос но где красивые черные пески должны быть по крайней мере что там за пески будут сам городочек вот этот очень такой красивый милый и больше всего мне нравится его месторасположение он светил его окружают вот эти горы, скалы, деревни рядом океан в самом городе именно океана нет но чуть-чуть пройти пройти если то океан есть вот поэтому находясь тут и те кто здесь живут я думаю чувствует себя очень прекрасно от таких видов естественно температура которая круглый год минимум или средне среднем скажем так 25 градусов да даже пробочки у нас все топорчики стоят вот заправка была бензиновая прямо вот здесь вот на дороге вот местные эти заправки стоят подъезжаешь вот так он прямо на трассе в этом месте в городе могут стоять хотя по большому счету такие не только здесь даже в Париже я помню в центре практически Парижа такие вот стояли в заправке на улице закаскивается каковы с пробки в около а вот это малышка на это продается который точно интереса вообще чуть-чуть начать на как она называлась вот здесь очень красивый парк сайте где он был а вот такой маленький небольшой парк природный значит ну это здорово получается кстати вот кокосы здесь растут 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 но только еще то совсем мало в редких случаях они какие-то и даже в продаже даже есть когда съезда здесь банановая плантация канарские бананы они не выводятся за евросоюз точнее не за евросоюз а в евросоюз не возится потому что они сами размера маленькие канарские бананы которые вводятся евросоюз должны иметь размер больше 15 сантиметров поэтому они остаются только здесь на канарских островах но они очень вкусные то есть такие реально сладкие особенно коктейль здесь очень вкусные получается да особенно коктейль получается как это в коктейле делать? бананы просто берешь банан на порцию на одного человека порцию по бананам нужно на каждого человека смотреть сколько ты делаешь то есть один человек на одного человека один банан так? так потом что делаешь? полстакана молока полстакана молока за будешь чуть побольше То есть один банан и полстакана молока с чего? сначала бананы делаешь из них кашу делаешь из бананы кашу , спалкиваешь ну делаешь кашу из них рубишь на миксере аго-то в специальном буксе а потом добавляешь молоко и продолжаешь миксером и больше ничего не надо вообще сильно очень мне нравится этот очень заряжающий, витаминный полезно а если туда добавить еще ингредиентов? можно добавить пить яблоки чем больше добавляешь, тем полезнее мне нравится сочетание банана и молока получается как молочный коктейль который я в детстве пила он очень вкусный, главное его очень легко делать просто банан взял, разрубил в этом миксере в этой штучке и молоко залил и все больше ничего не надо делать нормальная тема интересно отсюда видно этот кратер или он не может быть отсюда видно где-то наверху где-то в Лос-Антуан как он был? в Сан-Антонио я думал, вот это там сейчас он видит потому что мы же сейчас будем проезжать по набережной, но не по набережной до конца а вот здесь парники вот так вот они здесь что-то ну как парники здесь выращивают вот видите в этих территориях сейчас уже не видно вот у них очень много вот таких территорий, где выращиваются вот эти помидоры разные, бананы и интересный момент вот вот здесь вот тоже в эти открытые а есть еще сверху полностью закрытые интересно то, что они раньше было большое количество экспорта помидоров этих канарских помидоров но потом это прекратилось из-за того, что из-за этого с Марокко стал Евросоюз завозить а канарские помидоры оставил марокканские помидоры получается чуть дешевле насколько я понял вот и после этого экспортный помидор превратился они не в таком количестве сейчас выращиваются здесь остановите Лас Мангас Мангас Принimin액 Воль comic 2 2 Ужняный 2 3 3 4 4 4 4 2 5 Выкушим Аж дверь открывается, жара откуда-то, где, в морозильную камеру решила сделать. Остров, в котором мы сейчас находимся, называется Ла Пальма. Я не знаю, сказал ли я, не сказал, но... Один из, в принципе, самый красивый, точнее, не самый красивый, а самый зеленый. Я думаю, остров самый такой цветущий, самый цветочный остров. Для этих канавцев на стороне. У него здесь такие бассейны есть. Есть бассейны, где они для купания, то есть чисто для себя. Вот видите, еще солнечная батарея у них тоже, например, модная, пишет. Заряжается, ставит себе на крышу. В некоторых районах они полностью все чисто на солнечных батареях у них работают. Но таких районов не так много, но они есть. То есть как бы распространенные все. Очередная у нас посадка. А я еще чуть-чуть саживаю. Да, 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 да Доплантация хорошая Ага Ну вот, плантации тоже растут Бананы, здорово Красиво Ну вот, плантация, видишь, полностью светит Мне кажется, вот если вон там вверх Вон там этот кратер где-то должен быть, нет? Вон тот, допустим, на бене То есть дальше туда, да, получается Лава Да, здесь лава Вот из такой лавы сделаны все эти Ну как сделаны Образованы, да Состоят все эти острова Практически все И дело в том, что просто некоторые острова зеленее А некоторые острова вот такие вот чернее Самый черный, это остров Ланзародка Который практически весит вот такого черного цвета И на котором практически вообще нет вот такой вот зелени И выглядит это очень красиво и необычно Вот этот же остров, на котором мы сейчас находимся Ла Пальма Самый зеленый остров На Лазародке, на этом черном острове еще такая фишка, что там местный архитектор, местный дизайнер, скажем, который разрабатывал вообще строительство домов Они там установили, ну, как можно сказать, закон такой, что нельзя выше двухэтажей строить дома И поэтому все дома двухэтажные И есть некоторые деревни, я сейчас не помню, как называются эти деревни Чисто такие двухэтажные дома, все белого цвета И они сочетаются, вот, белые дома и черный ландшафт Вот такой черный-черный ландшафт И очень красиво это выглядит Смотрите, сколько здесь у нас черный здесь Дорожки идут Вся набережная в этих... Вот эта вода у них вот так накапливается И потом она уже распределяется Сейчас я вам покажу Тут резервуары хоть накапливаются в бассейнах И все есть Равномерно они эту воду распределяют на свои вот эти все плантации поля Вот, но на этом острый ландзарод Зато одна тоже такая очень интересная фишка была У них же там водой проблемы, скажем так И поэтому они, допустим, когда они поливают свои виноградники Они это делают, просто посыпают сверху вот этой лавой Эта лава впитывает ночью влагу А днем эту же влагу уже впитывает этот виноградник То есть очень интересно сделано То есть вода вообще не используется Используется просто лава, песок используется сверху Виноградники на то, что надо полить, надо посыпать Интересный маневр Опять-таки, если, конечно, верить всему тому, что там не сказали Ну, я думаю, что так и есть Уже приезжаем, да? А, он тот, что ли, этот пляж получается? Думаешь? Но он не такой большой Ну, наверное, и отсюда Не-не-не, еще раз Пока Все Спасибо на все это встречи Спасибо 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 Muchas gracias Так, прибыли А? А? Ага Ничего не забыли? Вроде ничего не забыли Вот здесь жара конкретная Так, ну что ж, пойдем тогда посмотрим, что у нас тут Да Так, держи-ка это Если кто-то поймет Коли Надо Тольчик и работает Посмотрим, как выглядит, это черный-черный пляж да да но это пляж он и сказали помнишь уже говорил что это такой как бы большой во первых пляж 300 там то есть вот так она и есть видать и домики у них прикольный сутри вышел на верандочку свою кофе и кофе и попиваешь ресторанчики красивое место и запах океана такой он там туры 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 сейчас найдем где-то в любом случае есть на вот о какой океан вообще сила вообще сила мощь так это я так понимаю еще это такой там еще пляж на той стороне сейчас посмотрим можно ли здесь пройти да вообще сильный вообще класс так друзья я сейчас сниму обувь вы пока полюбуйтесь океаном чуть камеру нету не занесло так идем дальше еще бы немного и попало бы на саму ох какой здесь песок вообще сильный вот это реально черный песок смотри очень очень сильный песок как будто это пенопласт да 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 вот это сила класс класс посмотрите отворить скала оказывается не маленькая такая красивый пляж правда он не такой большой как я ожидал или может быть это не этот именно пляж может там еще дальше есть но очень красивый песок тоже красивый но песок все равно какой-то фаминистый больше нечист не такой песочный песок а именно каменистый немного как маленький маленький камешек нечистый песок а и и Субтитры делал DimaTorzok В общем-то и хорошо Меньше народу, больше кислороду, как говорится Так, тоже где-нибудь надо приземляться Здесь все нормально будет Так что, друзья, пока Выключаюсь Пока вот здесь Такой океан И такой пляж Я попозже еще, может, покажу по всему Смотрите Анзор ТВ Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию Находимся на Канарских островах